На Вангапуровском месторождении скоро будет введена в эксплуатацию горизонтальная скважина, на которой впервые в компании «Газпромнефть» будет проведен 10-стадийный гидроразрыв пласта. А недавно была запущена в работу скважина с 8 портами. О том, какую пользу это принесет компании, в следующем материале выпуска. Вангапуровское месторождение, то, что произойдет здесь в ближайший месяц, будет увековечено в истории предприятия «Газпромнефть» «Ноябрьский нефтегаз». Словосочетание «многостадийный ГРП» для его сотрудников, конечно, не ново. Этот метод добычи использовался и раньше, но с применением сразу 10 портов – никогда. Очень много скважин сейчас бурится на предприятии в отложениях с низкой проницаемостью. Эти пласты относятся к категории трудноизвлекаемых запасов. Увеличение самого ствола и стадии позволяет увеличить, точнее даже расширить разработку пласта и увеличить дебет. Зеленым отображается положение талевого блока, темно-синим, вес на крюке. Синий цвет – это осевая нагрузка, то есть при бурении показывается нагрузка на долота и давление, с которым бурим. За ходом работ ведется непрерывный контроль. Четкие приборы в цифрах отображают все необходимые показатели. Сейчас на скважине «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» подготовительная работа к проведению гидроразрыва. На данный момент идет сборка компоновки для бурения техколонны. Вчера буровая бригада спустила кондуктор диаметром 324 на глубину 603 метра. Техколонна будет спущена на глубину 1302. Далее будет пилотный ствол. По результатам геофизики будет уже известно, в какую сторону бурить. То есть пилотный ствол будет ликвидироваться, и уже после него будет выход на горизонт. Глубина новой скважины составит почти 4500 метров. Длина горизонтального участка – более километра. Внешне скважина ничем не будет отличаться от остальных. А вот внутри процесс гидроразрыва будет выглядеть примерно так. Транспортный ствол пройдет практически всю планируемую дистанцию, а затем боковая зарезка постепенно выйдет в горизонт, то есть на угол в 90 градусов. Каждый из 10 портов будет доставлен пропант – химическое соединение, которое под высоким давлением в нужный момент взорвется. Грунт в этих местах пойдет трещинами, в которые и будет просачиваться нефть. Предполагается, что на 10-ти портовой скважине дебет составит порядка 100 тонн нефти в сутки. На этом же месторождении недавно ноябрьский нефтегаз пробурил горизонтальную скважину с применением 8-ми стадийного гидроразрыва пласта, на которой уже добывают 75 тонн черного золота в сутки. До сих пор количество гидроразрывов, проводимых компанией в одном горизонтальном стволе, не превышало 6-7 стадий. В планах – вовлечение в разработку 60 миллионов тонн трудноизвлекаемых запасов до 2015 года. К 2020 году этот показатель должен увеличиться до 300 миллионов тонн. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города.